Привет! Сегодня предлагаю вместе со мной отправиться прогуляться в моём родном городе. Кто не знает, я родом из города Яшкарала. И как раз-таки сегодня я вам хочу показать его самый центр, где сосредоточено наибольшее количество самых популярных достопримечательностей. Интересно, что когда я живу и работаю в Турции, я знакомлюсь с очень многими нашими туристами. И они меня, конечно же, спрашивают, откуда ты родом? Я им всегда говорю, конечно, я из города Яшкарала. И очень приятно, что многие люди знают этот город. Но есть и такая категория туристов, которые говорят, да-да-да, делая вид, что знают. Ой, как далеко, это ведь где-то на севере. В общем-то, Яшкарала у нас находится не на севере. Это столица республики Мариэл, которая относится к Приворскому федеральному округу. До Москвы 764 километра, до Казани около 180 километров. На самом деле, Яшкарала до определенного момента была совершенно обычным, незамысловатым городом. Все изменилось где-то в середине первого десятилетия данного века, когда глава республики Мариэл, бывший глава республики Мариэл, начал застраивать центр города копиями всемирно известных зданий. Почему он это делал, ну, как мне известно, он очень увлекался путешествиями, искусством, поэзией. И поскольку он не мог переехать жить за границу, его должностные обязанности обязывали его находиться в Яшкарале, он решил возвести копии всех тех зданий, которые ему понравились во время путешествий по Европе, по Москве. В общем-то, сегодня я как раз-таки покажу вам все эти копии. Копия. Любопытно, что после того, как это произошло, туристический поток в Яшкаралу возрос, и теперь сюда, особенно летом, приезжают очень много туристов. Кстати, мне мои зрители писали, что бывали в Яшкарале. Кроме того, я знаю, что среди моих зрителей есть даже жители, земляки. С одной стороны, можно подумать, зачем приезжать в Яшкаралу, чтобы посмотреть на какие-то там копии. Но согласитесь, есть же и Лас-Вегас, где отстроены копии всемирно известных зданий. Также в Дубае есть огромная площадь, ярмарка, куда люди также приезжают, чтобы посмотреть на копии зданий. Я думаю, что это намного лучше, чем просто какой-то простой, совершенно незамысловатый город. Действительно есть, что посмотреть. Так что давайте я сегодня вам проведу экскурсию зимней Яшкарала. Будь я на вашем месте, я бы начала свое. Путешествие, прогулку по городу Яшкарале как раз таки с этой отправной точки. Мы сейчас находимся прямо перед входом на театральный мост, который знаменует Спасская башня. Именно здесь можно начинать свою прогулку, поскольку театральный мост проходит по реке Кокшага, на берегах которой как раз таки и располагаются наиболее примечательные локации. Театральный мост соединяет центральную и заречную части бульвара Чиваина. То есть, по сути, район Самбатхей соединяется с центром города. Как раз таки, находясь на данном мосту, вы можете увидеть все самые главные достопримечательности мимо. И мы, пожалуйста, начнем с вами с набережной Брюгге. Кстати говоря, набережная Брюгге полностью скопирована. С набережной, которая располагается в бельгийском городе Брюгге. Набережная Брюгге протянулась от театрального моста и соединяется с Вознесенским мостом. И первое здание, которое вы здесь можете увидеть, это вот такое вот здание в готическом стиле. Это наш ЗАГС. И если мы пойдем дальше по набережной Брюгге, то там будут попадаться совершенно разного толка здания, различного архитектурного стиля. Я не очень разбираюсь в архитектуре, но даже невооруженным глазом видно, что здесь настоящая архитектурная вакханалия. Интересно, что в большинстве зданий, расположенных на набережной Брюгге, располагаются различного рода министерства, то есть какие-то государственные структуры. Кстати, у меня в одном где-то из этих зданий работает подруга в министерстве экономики. В общем-то, вся эта набережная предназначена для государственных ведомств. А вот сейчас сзади меня вы можете увидеть замок. И многие говорят, что при постройке руководствовались архитекторы, брали за пример баварский замок Нойшвайнштейн. Если честно, мне вот лично не кажется, что этот замок похож на Нойшвайнштейн, потому что я была в аварии в городке Фюссен, видела этот замок и внутри, и снаружи. Но, конечно, сам по себе замок красивый, но если его сравнивать с Нойшвайнштейном, то не настолько, по моему личному мнению. Давайте теперь пройдемся и подойдем поближе к этому замку, рассмотрим его более подробно. Понятно, что этот замок не похож на Нойшвайнштейн, но может быть в чем-то. Но можно в том случае сказать, что он похож на другие замки. Но само по себе в качестве отдельного здания достаточно красиво, особенно если существует тот факт, что в здании этого замка располагается кукольный театр. Я думаю, детишкам будет очень интересно приходить в такое здание, такого сказочного волшебного толка и смотреть театральные представления. А сейчас я нахожусь прямо у часовни благоверных князей Петра и Февронии. Это такая небольшая маленькая часовенька, и сейчас я вам ее покажу. Вот тот человек, который это все построил, я уже сказала, что это бывший глава республики Мариэлла, Леонид Маркелов, так вот, его несколько лет назад посадили за коррупцию. Теперь вот я вот вижу некоторые постройки, я так понимаю, иначе. Я даже, по-моему, 4 года назад, когда приезжала, вот это здание было недостроенным. Сейчас я вам его показываю. И я так понимаю, у него в проектах было еще очень много построить различного рода зданий, но сейчас из-за того, что он уже не удел, а тем более даже сидит, я так понимаю, все те его проекты, которые он собирался и дальше делать, уже не осуществятся. Сейчас мы с моста сворачиваем на площадь Девы Марии. И смотрите, вот здесь уже начинаются стены Кремля, сегодня я туда не пойду. Я посмотрю, как вообще было интересно, поглядеть такой ролик или нет. Если я увижусь, то вам нравится смотреть про Ишкар-Ролу, тогда выйдет еще одна серия про достопримечательности, потому что набережная, по которой я сейчас гуляю, это не единственное, что можно посмотреть. А вот там, вы видите, выглядывает и из-за стен церковь Пресвятой Троицы. Это довольно-таки старая церковь, она была построена уже давно, но намного раньше, чем все эти здания, которые я вам сейчас показываю. Но я думаю, она заслуживает особого внимания, поскольку действительно очень даже красивая такая церковь. А вот здесь, как я понимаю, располагается церковный музей, так что если вам интересно будет, можете зайти посмотреть. Сейчас мы подойдем к очень красивому храму, а вернее собору. Это кафедральный собор Благовещения Святой Богородицы. При постройке данного храма за основу брался архитектурный план. Храм из Фраса на Крови, который располагается в Петербурге. Ну и напоследок я вам оставила копию самой знаменитой башни Московского Кремля, которая, кстати, у нас здесь называется Благовещенская башня. Это не стопроцентная копия, башня будет по миниатюрни, по своим параметрам. Но, если честно, очень и очень похожа. Ну, ребят, наверное, на сегодня я буду закругляться, потому что я обошла очень и очень много зданий. Конечно, это еще лишь, наверное, процентов 30, что можно вам показать. Если вам нужно продолжение серии роликов по достопримечательностям, по каким-то интересным локациям в Ешкароле, обязательно дайте мне знать об этом в комментариях. Ну, конечно же, пишите ваши впечатления от города. Я очень старалась сегодня, ходила по холоду, снимала исключительно для вас этот ролик. Так что, если заслужило, поставьте лайк. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал. А мы очень-очень скоро увидимся с вами уже в следующем ролике.